Дорогой слушатель, Костя Суханов приветствует тебя. Многие писали мне, что в моей творческой копилке очень не хватает такого автора, как Дмитрий Мамин Сибиряк. Я решил исправить эту несправедливость и записать для вас его серию «Сибирские рассказы». Именно по вашим отзывам, по вашим лайкам, дизлайкам, по тому, сколько людей будут делиться этими произведениями, я и хочу понять, действительно ли нужен этот автор и его произведения. Ну что же, серия «Сибирские рассказы». Дмитрий Мамин Сибиряк Шестой рассказ серии «Сибирские рассказы». Подснежник. Все предыдущие рассказы в отдельном плейлисте на ютуб-канале «Актер Костя Суханов». Поехали! «Васька! И нет у тебя стыда ни капли! Погляди-ка ты на себя, на рожу-то на свою! Ой, погибель ты моя, Васька! Не глядели бы на тебя мои глазоньки!» «Мамонька!» «Какая я тебе мамонька! Другим матерям дети-то на радость, а мне петля на шею! По станице идешь, так все пальцами тычут! Вон, Васькина мать идет! Приятно это матери-то, когда проходу нет от твоих качеств!» «Мамонька! И не смей ты этого самого слова выговаривать, а то прокляну! Лучший удис глаз долой!» Страшный контраст представляли эти два спорящих голоса. Старая казачка Ульяна так и дребезжала точно треснувшее стекло, а грубый голос Васьки гудел такой полной нотой, как гудит, ворвавшийся в комнату шмель. Впрочем, достаточно было взглянуть на действующих лиц, чтобы понять эту разницу. Высохшая, как щепка Ульяна, казалась девочка рядом со своим сыном. Он сидел на лавке в накинутом на плечи татарском озями и в белой войлочной киргизской шляпе на голове. Красная кумачная рубаха врезалась воротом в красную могучую шею, а из широких киргизских кожаных шаровар, расшитых когда-то шелком, выставлялись голые ноги. Удивительный человек был этот Васька. Он казался каким-то выходцем среди остальной человеческой мелочи. Точно сорвался с какого-нибудь свитка увертливого московского подьячева, где обозначены такие приметы. Волосом рус, кудриват, борода тоже русая, окладом надвое, над левой бровью к носу сечено, на пол полы затерто зельем. Глаза быстрые, из себя кряжест и так далее, и так далее. Такие молодцы родились только в Разинской Руси. И сама Ульяна не могла дать толку, в кого мог Ваську родиться таким богатырем. — Мамонька, а... дай двоегривенный. Именно этого и ждала Ульяна, и вся точно вскипела. Этакий лоб пришел отбирать у матери последние деньги. Легкое место сказать — двоегривенный. Ведь ей, старухе, и в неделю его не выработать на пряже или полотьем гряд. А он все равно снесет его в кабак двоегривенный-то. Сбешен на этой просьбой, Ульяна кинулась к сыну с кулаками. — Двоегривенный, а? — бежала она, наскакивая на своего богатыря. — Ты думаешь, я на тебя и управы не найду, а? Сейчас побегу к атаману, будет мне терпеть от тебя. Старуха бросилась к двери, но вернулась и опять кинулась на Ваську с какой-то яростью, как раненый зверь. — Да ты с кем разговариваешь-то, беспутная голова? Уже хрипела она и ловким ударом по затылку сшибла белую шляпу с Васькиной головы. — Бога-то хоть помойся, лезешь в шапки в избу, как орда какая. Васька покорно нагнулся, чтобы поднять с полу шляпу, и свесившиеся русые кудри закрывали его лицо до самых усов. Разогнувшись, он из-под лобия посмотрел на мать, движением головы откинул волосы назад и, улыбнувшись, проговорил. — Ах, ты погляди, мамонька, вот на лето. Скинув справа плеча азиан, Васька открыл висевшую, как плеть, руку. Красная рубаха была разорвана, и на самом плече вздулся синий багровый пузырь с кулак величиной. — Ульяна только жалобно ахнула и зашаталась на месте. — Васенька, голубчик, кто это тебя изувечил? — закричала она привычным глазом, осматривая кровоподтек. — Ах, разбойники, уже я тебе разотру, в бане до травки приложу. Кость-то хоть цела ли осталась, а мясо заживет. Ах, разбойники, душегубцы проклятые! У башкир на байге был. Примечание автора. — Байга. Скачки у башкир. Ну, так оглобли и зацепили, в голову под лицеметились, да только промахнулись. Я был единственным свидетелем этой сцены, потому как занимал небольшую комнату рядом. Собственно говоря, первая ее половина представляла довольно заурядное явление, потому что Васька частенько завертывал к матери за двоигривенными и получал безропотно жесткую головомойку, но теперь весь интерес сосредотачивался на неожиданном финале. Когда я показался на пороге, Ульяна жалобно запричитала. Своё домашнее горе при постороннем человеке казалось ещё больнее. — Перестань выйти! — останавливал ее Васька. — Невелика важность. Не это виду ли? — Где это тебя Василий угораздило? — Да так. Неустойка небольшая вышла. Уж и здоров же башкиртин попался мне. — Дерево дубовое. Как звезда нет оглоблей. — Ты бы к доктору съездил, — посоветовал я, с ужасом разглядывая синий пузырь на плече. — Нечего. Так и износим. Вон мамонька разотрёт в бане да травкой полечит. И то полечу, — упавшим голосом повторяла за сыном убитая горем Ульяна. — Есть и травка такая. Как все старые казачки, Ульяна умела лечить всякие ушибы и раны. В прежние времена, когда под умётом проходила линия, без этого было нельзя. Увлёкшись медицинскими соображениями, старуха позабыла о двоегривенном. А только охла и быстро что-то искала по разным печуркам, на церлатях и в сундуке под лавкой. Нужно было видеть, с какой ловкостью Ульяна принялась растирать ушибленное место, а потом перевязала его. — Ну и башкиртин попался, — бормотал Васька, покручивая кудрявой головой. — Как размахнётся, ну и чёрт! Когда перевязка кончилась, в руках у Васьки появился точно сам собой двоегривенный. Это сунула Ульяна, уже безо всякой просьбы, точно она хотела утешить повреждённое детище. Она выскочила за ворота, провожая уходившего в кабак Ваську. Он и шёл не так, как другие. По самой середине улицы волоча попыли одну полуазяма. В дверях кабака ждала возвращения Васьки кучка кабацких завсегдатаев. Когда низенькая расщелившаяся и захватанная грязными руками кабацкая дверь проголотила могучее Васькино тело, Ульяна вернулась в избу и, повалившись на лавку, глухо зарыдала. Нужно же было выплакать своё старое горе, свою материнскую любовь и женскую беспомощность. Эта живая картинка с натуры расстроила обычный порядок моего дня. Я долго ходил по комнате, прислушиваясь к подавленным всхлипываниям Ульяны. И какое-то тяжёлое и гнетущее чувство мешало приняться за обычную работу. Точно и комната сделалась вдруг меньше, и воздух спёрся. И какой-то мёртвый с томой дохнуло в открытые оконцы с накалённой летним степным солнцем улицы. В такие жаркие июльские дни станица у мёд точно вымирала. Даже станичные собаки, и те исчезали неизвестно куда. Действительно, степное солнце жжёт так немилосердно, что не хочется двигаться. Да и некуда, если бы даже явилась к тому охота. Кругом станицы разлеглась ковылистая степь, жёлтым ковром уходила из глаз. Лес был вырублен самым безжалостным образом, и кизяк служил единственным топливом. Дождя не было уже около двух недель, и солнце по утрам поднималось в дымном мареве. Красное, громадное. Точно что-то раскалённое где-нибудь в кузнечном горне. Жизнь в станице проявлялась только по утрам и вечерам, когда спадал степной зной. «Ульяна, поставь мне самовар», — проговорил я наконец, чтобы хоть этим отвлечь внимание бедной старухи от её горя. «И то поставлю, барин», — отозвалась она своим обычным заботливым тоном. «Вон, какая жарынь на дворе! Спалила совсем!» К особенностям Ульяны принадлежала способность необыкновенно быстро двигаться, хотя старухе было уже под семьдесят. Когда она спала, я не знаю, потому что в течение двух недель постоянно видел её на ногах. Домик Ульяны в станице был лучшим, и я занимал в нём отдельную комнату, убранную с некоторой претензией на удобство. Белёная печка, деревянная кровать за ситцевым пологом, зелёный шкаф для посуды, оклеенный обоями передний угол и несколько деревянных стульев говорили о лучших временах, когда ещё был жив муж Ульяны, станичный атаман. Она была дочерью атамана и вышла замуж за нового атамана. Впрочем, это было только одно громкое слово, так как станичные атаманы оренбургского казачьего войска мало чем отличаются от других рядовых казаков. За самоваром по вечерам у нас с Ульяной велись длинные душевные разговоры. Старушка любила чай, но должна была отказывать себе и в этом единственном удовольствии, потому что какие старушечьи достатки? От Васьки немного поживишься. Поставленный в неурочное время самовар сейчас являлся для Ульяны лучшим утешением, хотя она, по обычаю, из вежливости и отказалась от чая. В этой высохшей старушке было так много деликатности, какой-то детской застенчивости, чем она мне особенно нравилась. Глядя на неё, так и казалось, что это уж не человек, а одна тень. Жизнь оставалась позади и в далёком прошлом. Переходы от одного чувства к другому совершались в ней тоже с детской быстротой, и, выпивая вторую чашку, Ульяна уже улыбалась. — Васька-то беспутный, на какого-то башкортина натолкался? — повторяла она с улыбкой, покачивая маленькой головкой, как у сушёной рыбы, точно говорила о ком-то постороннем. — Ай, не ходи на бойгу, не связывайся с ордой, всё равно уходят когда-нибудь, — проговорила она уже совсем равнодушно. — Кого уходят, бабушка? — А его же, Ваську. — Не сносите ему своей головы, потому как сам везде лезет. Какой-то он смешной, право. Вот этот живёт, живёт в станице, год живёт, два живёт, а потом придёт и говорит, — Маменька, уйду я от вас, провалитесь вы совсем из вашей станицы, тошно мне и глядеть на вас. — Ну и уходи, коли тошно, а я уж знаю его повадку, уйти-то уйдёт, да и воротится, беспременно воротится, тянет его в станицу. Теперь вот и горевал себе, миленькую, так сколько поживётся. Как бы у Васьки ум был, так как бы он жил-то, о-хо-хо. В степе он гурты гонял, так приехал домой, а двух конь седло в наборе серебряном. На самом два шёлковых халата, и мне привёз шёлковый платок. То же значит, вспомнил мать-то. Право, такой отличный платок. Ну, а потом всё и пропил, и платок дарённый у меня ж из сундука выкрал. За этот самый платок ему же и досталось, замертво привезли, о-хо-хо. Сижу вот этак под вечерок у окошка, приду шёрстку, а Ваську на телеге и привозят. Так меня всю и захолонуло. Выскочила, гляжу, а он совсем мёртвый, а от лица и звания нет. Одежда наём вся испластана, сам в крови, глаза опухом затянула. Лежит в телеге и не шевелится. Так замертво, и в избу внесли. Уж я его обхаживала, обихаживала, и мыла, и натирала, и мазью мазала, и в бане по три дня с одной старушкой правила. Не то, не то, мой Васька одыбался. Вот он какой, утешитель-то мой. А как открыли у нас поблизости золото, да пошли промысла, так и способов никаких с Васькой не стало. Этак же вот, один его в шахте нашли, ни рукой, ни ногой. Опять я же его налаживала. Стану его спрашивать. Кто тебя, Васька, убил? Молчит. Крепкий он на язык, не обмолвится. Сегодня вот про Башкортина сказал, а то головой своей беспутной тряхнет, и весь тут наш разговор. Взъедаюсь я на него, и сильно взъедаюсь, а в другой раз и согрешу, пожалею. Своя кровь, а материнское сердце зла не помнит. Да и какой-то он, Васька-то, особенный уродился. Все люди, как люди, а его ни к чему не применишь, точно он заговоренный. Ульяна несколько раз во время своего рассказа принималась плакать, а потом смеялась сквозь слезы и переходила к новым подвигам своего беспутного Васьки. Но это была, так сказать, экстраординарная тема, вызванная исключительными событиями. И когда материал исчерпался в достаточной степени, старушка перешла к наклонной плоскости своих старушечьих воспоминаний. Главный, к слову сказать, предмет наших чайных бесед. Да и было о чем вспоминать Ульяне. Этой пожелтевшей странице станичной летописи. Она помнила еще то время, когда на умет нападали киргизы. То есть не на самую станицу, а на людей в поле. «Как же! Наезжала эта орда на нас, и бабушку мою с матерней стороны киргизы в полон увели!» Рассказывала Ульяна. «Папа тоже тогда в полон увели, а чтобы он не убежал, так сила...» Конский волос. «Настригли, разрезали полупятки, да в пятки и насыпали. Когда я еще совсем девочкой была, так одного нашего козака киргизы вон на том увале копьями скололи. Березничок тогда рос по увалу-то. Ну, козак и идет по нему с покоса. А на них киргизы и наехали. Жена-то побежала, а козак на киргизов бросился, чтобы ущетить жену. Но они его искололи копьем. На другой-то день его еще живого привезли. Я бегал посмотреть. Лежит в телеге, стонет, а из-под телеги кровь каплет. Кончился через день. «Комендант у нас дрянной был, и солдаты все какие-то беззубые да кривые. Но он, комендант-то, за место того, чтобы оборонять вдову, ее же за киргиза Избаила замуж отдал. Потому как она стала бы просить свою вдовью часть с него, с коменданта-то. Измаил-то и убил козака, а комендант ему вдову отдал. «Да ведь Измаил-то не нашей веры был. Так как православную отдать за него?» «Говорю, дрянной комендант был. Линия тогда совсем близко проходила, под уметом. Ну, казаки мешались с ордой. То наши девок киргизы, кто киргизы увезут наших девок. Дрянной был комендант». Старая казачка часто повторяла одну и ту же фразу, точно переживая ее. А потом мысль, как ночная птица, делала неожиданно быстрый поворот к настоящему, и прежде всего, конечно, к беспутному Ваське. Раньше бы родиться ему Ваське, когда киргизы на линию наезжали. В самый раз бы Ваське с киргизами воевать. А то теперь так же напрасно погибнет где-нибудь у кабака. Летоисчисление Ульяна вела по пожарам. Большой пожар был лет тридцать назад. Поменьше лет десять тому время. Когда в девушках была, тоже вся станица выгорала раза два. А самый большой пожар случился в тот самый год, когда Ульяна привела в дом жениха. Она была богатая атаманская дочь, и жениха брала в дом на все готовое. Последний пожар был прошлым летом. Половину станицы как языком слезнуло. Прежде хоть строиться легко было лес под рукой, а ныне ближе стоверст жерди не найдешь. Вот Ваське на пожарах так цены нет. Кабы не он, так у ней изба уж давным-давно сгорела. С промыслами у нас народ совсем истворился, сказал Ульяна. Как пошло это золото по станицам, так все точно белины объелись. На моих помятах все дело было. Жили мы тут по старине, как еще отцы и деды наказывали, а тут вдруг золото это. Точно кипятком народ-то обварило. Лет этак с пятьдесят, как золото началось в степе. Сначала в Качкаре оно объявилось, а потом до нас дошло. Ах, мужики-то все на промыслы бросились, а за ними и бабы поволоклись. Да у мёта золото дошло перед большим пожаром. Ну мой-то, Васька, чем хуже других? На промыслах в конец изболтался. И теперь, сказывают, краденое золото скупает. Только достигнуть его не может компания. Давно его следует, а соследить не могут, потому как у вора одна дорога, а у следчика целых сто. Горе наше казачье с этим золото. И как будто денег много зарабатывает, а бедность еще больше. Народ истворился совсем, из кабака не выходят, а это какой же порядок? Землю запустили, от крестьянской работы отбились. Одна надежда — золото. Компания эта подсунулась, землю в аренд забрала. Мы, говорят, вас кормим. Казачья станица у мёд, раскидавшая свои избёнки по берегу степной реки Уя, являлась сама по себе своего рода сфинксом. Для чего она существует и как существует? Для обыкновенного разума неразрешимая задача. Когда-то давно, когда уводили бабушку Ульяны в полон, она еще имела значение, а сейчас решительно никакого, как сотни других казачьих станиц, раскиданных в земли Оренбургского казачьего войск. Ради курьеза можно отметить хлесткие названия некоторых станиц. Есть казачий Париж, есть Берлин, Кацбах, Ульм и так далее. Река Уй впадает с Южного Урала и уходит в степь. По ее безлесом берегам разложилось много казачьих станиц, а между прочим и у мёд. Место для этой станицы выбрано открытое, вольное, и только с одной стороны она прикрыта увалом. Кругом поля, луга и ковыльная степь. Станичное строение издали и вблизи имеет самый жалкий вид, как любая русская деревушка. Я говорю «русская», в отличие от громадных, семивёрстных сибирских сёл. Прежде всего, резало глаз отсутствие всякой зелени. Ни кустика, ни деревца, вообще хоть шаром покати. Казаки в этом случае перещеголяли даже башкир, которые оставляют лес хоть на своих кладбищах и вообще над могилами. Благодаря недостатку в строительном материале, избы, выстроенные из берёзовых жердей и хозяйственные пристройки, состоят из одного плетня. Сверху всё это прикрыто соломой. Из этого общего описания можно себе представить внешнюю красоту этих казацких Парижа и Берлинах, которые издали походят просто на неправильно раскиданные по полю кучи навоза. Печи делаются из битой глины, кое-как, трубы поэтому лопаются, а отсюда вечные пожары казацких станиц. Пожары, которые нисколько не способствуют к их украшению, как это случается в деревянных русских городах. Если мазанки и плетни до известной степени красивы в Малороссии, где и климат другой, и притом везде вы встретите зелёный садочек, прикрывающий хохлатское убожество, то здесь, в степи, эти плетни и берёзовые избы просто жалки. В Умёте лучшим домом была изба Ульяны, поставленная ещё в доброе старое время. Она сохранилась от постоянных пожаров каким-то чудом, а отчасти благодаря тому, что была поставлена на углу станичной площади. Внутри она делилась на две избы. В одной жила сама хозяйка, а другая отдавалась в наймы. Последняя явилась статьёй дохода только в последнее время, когда открыли золотые промыслы и по станицам начали шнырять разные юркие люди, искавшие лёгкой наживы. Кто даст двух гривен, кто тридцать копейок, а кто и целый рубль. Станицы — это большие деньги, и Ульяне завидовали все другие казачки. Да и как было не завидовать, когда добычливость ограничивалась своим домашним делом, а деревенской бабьей работе вся цена расколотый грош. Жизнь казачьей станицы летом напоминает тяжёлый литургический сон, нарушаемый только буйными возгласами кабацких завсегдатаев. Чувствуется какое-то изнемождённое бессилие и беспричинная степная апатия. День прошёл, и слава богу. Если есть известное движение и стимул к такому движению, то это золотые промыслы, где кишмя кишат неведомые люди, жадные до степного золота. Достаточно сказать одно то, что эти таинственные незнакомцы сумели расшевелить даже казачью мёртвую лень. При наделе в 15-30 десятин на душу великолепного чернозёма оренбургский казак ухитрился добиться чисто башкирской бедности и с радостью отдаёт в аренду свой чернозём по 20-50 копеек за десятину. И вдруг он же, этот казак, идёт на тяжёлую промысловую работу. Секрет здесь в том, что у всякого есть расчёт на лёгкую поживу, как в азартной игре, а пока этот всякий довольствуется и грошами. Другой расчёт в том, что хлеб жди, а когда ещё он уродится? Уродился хлеб хорошо, так цена ему грош, а на промыслах расчёт каждую неделю и ленивый раб несёт выручку прямо в кабак. В течение какой-нибудь недели жизнь станицы со всей её внешней обстановкой подводной частью, как на ладони. Дальше и знакомиться не с чем, кроме бесконечных рассказов какой-нибудь Ульяны. Остаются промыслы, где жизнь кипит. Вечерком нет-нет, да кто-нибудь и заглянет из промысловых служащих. Есть у меня среди них один приятель, Павел Митрич, который бывает чаще других и приносит с собой последний запас новостей. Это рослый, красивый, молодец, с кудрявой головой и смелыми глазами. Он прошёл всю лестницу разных промысловых обязанностей, а теперь занимает совершенно фантастическую должность преследователя хищников, то есть ловит рабочих, тайно промывающих золото в даче компании. Каждое утро и вечер на горбоносом буланном коне Павел Митрич объезжает опасные пункты и частенько возвращается с добычей. Помню, раз в воскресенье я зашёл в приисковую контору, она стояла в верстах в двух от умёта на противоположном берегу Уе. Собственно говоря, это была почти лачуга или сарай, так что громкое название контора резало ухо. Не успел я поздороваться с дежурившим служащим, как на широкий конторский двор, с треском влетела крестьянская телега, за которой неслись в карьер Павел Митрич и его верховая стража. В телеге кто-то лежал и громко стонал. Хищника привезли, пронеслось по всем избушкам, окружавшим контору. Павел Митрич хищника поймал. Когда я вышел на двор, телега была окружена уже целой толпой. Тут сбежались и служащие, и прислуга, и рабочие, и разная безыменная приисковая челядь. «Ах, убили, батюшки, убили!» стонал хищник в телеге. «Врешь, шельмец!» ругался Павел Митрич, медленно слезая со своего буланка. Он имел сегодня особенно торжественный вид, как герой дня. «У всех у вас одна повадка, убили! Ну-ка, ребята, поднимите его с сахара!» Десятки рук бросились к телеге, и сахар предстал перед публикой в образе тщедушного мужичонки, басовой без шапки. Со страху у бедняги подгибались колени, и вообще он имел жалкий и несчастный вид, никак не вязавшийся с таким вредным словом, как «хищник». Сквозь толпу протискался точно из-под земли взявшийся Васька. Схватил хищника своей железной рукой за плечо, встряхнул и торжественно поволок в контору. «О-о-о-о-о-ой!» Мужик опять заохал и как будто весь сжался. «Помню это запекшееся на солнце лицо, точно вылепленное из глины и растрескавшееся, как глина. Убитый взгляд слезившихся серых глаз, узкие плечи, болтавшиеся на них заплатанной кафтанишкой и необыкновенно длинные руки. Рядом с Васькой хищник походил на мокрую курицу. «Развяжите ему руки!» — командовал Павел Митрич в волнении, шагая по конторе. Хищника развязали и посадили на железный сундук с кассой. Он опять заохал. «М-м-м-м! Ой! Ой, господи!» «Я тебе покажу, стервец!» — кричал Павел Митрич. «Еду мимо Голиковского разреза, а он сидит у воды с ковшом и промывает пески. Да, с ковшом. Где ковш? Вот, этот самый. Как увидал меня, сейчас бежать. Каков? И убежал бы, если бы я не верхом был. Я знаю их повадку, и меня не проведешь. Прямо в разрезе сидит, и ковш в руках. Нет, голубчик, у меня не уйдешь. Покажу. У меня суд короткий». Пока составляли подробный протокол, Павел Митрич все время бегал по конторе и с азартом повторял все одно и то же. Он совсем вошел в роль преследователя хищников и выступал каким-то петушиным шагом. А хищник понуро сидел на железном сундуке и все охал, придерживая одну руку. «Ну, будет тебе два неполных», — шутил Васька, похаживая около хищника с видом заплечного мастера. «Туда же, золото воровать. Ах ты, мусор!» «Молчи, кошмар!» — огрызнулся хищник и сейчас же застонал. «Кошмар!» — ругательное слово для всех оренбургских казаков. И поэтому Васька сейчас же вскипел. «Павел Митрич, позволь мне уважить его», — просил он, засучивая рукава. «Оставь!» Я не дождался конца этой тяжелой сцены и ушел. Встретивший через несколько дней Павла Митрича, я осведомился относительно дальнейшей судьбы пойманного хищника. «А, да тот!» — равнодушно ответил Павел Митрич и махнул рукой. «Составили протокол и отпустили на все четыре стороны. Золота при нем не нашли, значит, тащить к мировому не стоит. Только время зря потеряешь». «Охота вам так беспокоиться из-за пустяков?» «Нельзя. Служба. А второе. Им, подлецам, тоже потачки нельзя давать. Да. Да ведь Гольковский разрез давно выработан и брошен. Так что ж он мог достать со своим ковшом?» «Оно, конечно, ничего не достанет, а все-таки нельзя. Компания требует преследования хищников. Позволь одному, а за ним и сотни явятся. Со мной раз такой случай был. Я тогда еще пешком ходил по промыслам. Возьму ружье и иду. А раз-таки иду и вижу. Двое башкир сидят в разрезе и полощутся с ковшами. Я к ним, а не от меня. Да. Я за ними. Они бегом в гору и всю снасть за собой волокут. Хорошо. Я как из одного ствола выстрелю. Конечно, в воздух. Они пали. Побросали лопаты и ковши, да опять в гору. Они-то босиком дуют, а мне в сапогах за ними не поспеть. Очень уж трусливый народ и боится выстрела до смерти. Я как царапну из другого ствола. Они опять на землю пали. А потом вскочили, да как зайцы в разные стороны бросились. Так и ушли. Что, по-вашему, это красиво? А что? Нет, я-то в каких дураках остался. Башкиришки убежали и надо мной же по дипсмеялись. Нет, с этим народом нельзя без строгости. Павел Митрич, минуя его специальную обязанность, сам по себе был прямилый человек. Собственно говоря, и его должность носила скорее комический характер, как в приведенном примере. Казаки отдавали компании свои земли на самых льготных условиях. И потом сами же шли в кабалу к компании, сдавая ей добытое золото за полцены. Кто тут прав, а кто виноват, судить трудно. Башкиры так же делают. Сдадут в аренду свои земли за бесценок, а потом сами же идут наниматься к арендатору в работу. Свободное время, которого оставалось у Павла Митрича достаточно, он посвящал охоте. И мы изъездили и сходили с ним много места. Степная охота неважная, но все-таки развлечение. Незадолго до моего отъезда изумета рано утром, а завернул ко мне Павел Митрич и, постучав в окно избы на гайкой, проговорил. Пойдемте-ка на мельницу к Ваське. У него на пруду пара диких гусей живет в камышах. Как же мы поедем? Верхом на одной лошади? До конторы. А там возьмем коробок и закатимся. Васька хотя и плут, я давно слежу за ним. Но гуси-то не виноваты, что он краденое золото скупает. Совершенно верно. До Васькиной мельницы было верст пять, так что не стоило обращаться в контору. Я отправился пешком, а Павел Митрич ехал за мной верхом. Дорога шла вниз по уюм, через заливной луг. Ранним утром степь полна своеобразной прелести. Краски блещут еще ночной свежестью. Даль уходит из глаз радужным туманом. И воздух дышит застоявшимся тяжелым ароматом пахучей степной травы. Желтоватые султаны ковыля точно проросли алмазными исками. Это ночная роса. В воздухе невидимо гремит жаворонок. Над головой в недосягаемой высе неподвижными точками стоят степные ястреба. А солнце поднимается такое большое и совсем без лучей. День будет знойный. И впредь чувствуешь во всем теле наливающуюся истому. А я его Ваську-то все-таки достигну. А задумчиво повторяет Павел Митрич, распуская по воде. Потому не скупай нашего золота, да? А он думает, что дураки круглые, черт ему не брат. Погоди, голубчик. Как же так, Павел Митрич? Вы его выслеживаете, то есть Ваську. А он бывает у вас в конторе. И мы сейчас едем к нему же в гости. Это ничего не значит. Хлебцем вместе, а табачком брось. Он свою линию ведет, а мы свою. И я ему давно черту говорю. Батька, не уйдешь ты от моих рук. Да. У нас это просто. Через час показалась и Васькина мельница, выглянувшая на нас из-за крутого мыса. Уй был перегорожен широкой плотиной, и река красиво разлилась в плоских берегах, затянутых камышом. Самая мельница-раструска имела довольно жалкий вид и стояла даже без крыши, как приготовленный к постройке сруб. В десяти шагах от нее красовалась вросшая в землю избенка. Она была также без крыш. Покачнувшийся плетень и соломенный навес дополняли хозяйственную обстановку мельника. Ишь, подлец, какое место убойное облюбовал, ругался Павел Митрич, свешиваясь в седле по-киргизски на один бок. А он у нас как бельмо на глазу сидит, потому как рабочим до его мельницы с промыслов рукой подать. Эх, а гусей мы у него все-таки залобуем. Мы нашли Ваську дома. Он сидел в своей избенке перед самоваром в обществе какого-то башкира и того самого мужичонки-хищника, которого Павел Митрич недавно представлял в контору с такой помпой. «В гости к тебе приехали», — заявил Павел Митрич, входя в избу. «Ну, здравствуй». «Мы гостям завсегда рады, Павел Митрич», — степенно ответил Васька, протягивая свою невероятной величиной дуань. «Милости просим, господа почтенные, ура, зайка, поставь-ка нам самоварчик». Башкир молча поднялся и, расставив широко руки, бережно вынес самовар из избы. Это был высокий и ражей детина с удивительно плоской рожей, на которой два узких черных глаза точно заблудились. Одетый в национальные лохмоти, он казался еще могучее, чем сам Васька. В избушке было голо, как на ладони. Только на стене висело дрянное тульское ружье. Да в углу валялся татарский азиам. Единственная лавка и стол в переднем углу составляли всю мебелировку. «Ну и дворец у тебя», — говорил Павел Митрич, отыскивая место, куда бы положить свою фуражку. «Не стесняешь себя мебелькой-то?» «Да на что она мне, ваша мебель, не так хорошо. Кому надо, так и моей избушкой не брезгует. Тоже и нас добрые-то люди не обигают, Павел Митрич». «Вижу, вижу. Это мой хищник-то?» — ткнул Павел Митрич насидевшего у стола мужичка. «М-м-м, он самый, Павел Митрич. Надо же ему куда-нибудь деться. Вот он и пришел ко мне». «Так добрый ты человек. А башкира где подцепил?» «Башкира?» — переспросил Васька и, почесав могучий затылок, улыбнулся. «А это мой приятель будет». «На багета тогда он с самой оглобли меня и хлестнул». «И здоров же из себя, Павел Митрич, а мне любопытно». «Вот чаем его и накачиваю за ловкую ухватку, что Ваську сумел садануть оглоблей». «Илюшка, ты бы вышел из избы, а то Павел Митричу и глядеть-то на тебя обидно», — прибавил Васька, обращаясь к молча сидевшему хищнику. «Выйдь на улицу, да погляди, где у меня лошадь запропастилась». Мужичок покорно вышел из избы, пряча рваную шапку за спиной. Точно он ее только что украл. «А мы за твоими гусями пришли», — говорил Павел Митрич, довольный оказанной любезностью. «Что ж, доброе дело, а гуськи и точно что есть. К самой мельнице третьего дня подплывали. Жирные они сейчас». Рука у Васьки еще плохо зажила, и он обходился пока одной левой. А сегодня он имел вообще такой степенный вид, а кудрявые волосы были даже расчесаны и намазаны коровьим салом. Ситцевую розовую рубаху Васька как-то по-детски подвязал гарусным пояском, а на ногах у него красовались мягкие татарские сапоги с расшитыми зеленой бухарской шагренью за тками. Вообще, щеголь хоть куда. А деревенские бабы от Васьки решались ума, как говорила Ульяна, качаясь своей маленькой головой. Держался он просто, но с достоинством человека, видавшего лучшие дни. За чаем сначала разговор плохо вязался, и Васька больше отмалчивался, разглаживая свою кудрявую бороду. «Ну? А как ты нынче насчет женского пола?» — шутил Павел Митрич, подмигивая. «Прежде большой охотник был». «Пустой это предмет, Павел Митрич», — строго ответил Васька и даже благочестиво отплюнулся. «Ху! Прямо сказать, страм!» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Не любишь?» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе!» — заливался Павел Митрич, вытирая лицо платком. «Хе-хе-хе-хе! Помнишь? Видно, как дробью стреляли!» Васька скосил глаза на меня и укоризненно покачал своей головой. «Эх, дескать, Павел Митрич, разболакался не к месту при чужом человеке!» «Ничего! Быль молодца не укор!» — успокаивал его Павел Митрич. «Да и дело самое житейское!» «А он тебя где подстрелил-то?» «Кто?» «Перестань прикидываться!» «Да я чего? Мне все равно! А только к тому говорю, что у меня, может, сколько разов и дробью и пули стреляли, так и перепутать не мудрено!» «Я про Маланина мужа говорю в умете!» «А-а-а! Что ж, было дело, Павел Митрич, я, значит, склете с Маланей-то со своим делом, а муж шасть домой!» «Ну, зима! Я в полушубке был, а он забежал в избу, хватил ружье со стены, да как полыхнет меня прямо в брюхо!» «Против сердца метил, да обнизил!» «М-м-м! Только-то и всего!» «А-а-а! У него и теперь весь заряд в животе сидит!» «Объяснил мне Павел Митрич, заливаясь смехом!» «Хе-хе-хе-хе! Из пушки не прострелишь!» «А-а-а!» «К несчастью, чувствую ее драк, так как она по брюху начнет перекатываться!» «Серьезно объяснял Васька!» «В таком роде... как горох! Ежели бы у меня была кость жидкая, так прям бы насквозь, а то стерпел!» «Хе-хе-хе-хе-хе! Так ты бежать искрете, а Маланин муж тебя прям в упор! Бац!» переспрашивал Павел Митрич. «Ой! Согрешишь с тобой, Васька! Ты расскажи-ка нам, как сам ты Кыргиза порешил под Троицком!» «Опять ты напрасно, Павел Митрич! Ничего я не знаю!» «Да перестань отпираться! Это такая глупая привычка! Точно ты у следователя!» «М-м-м... ложь у меня в те поры действительно была хорошая, Павел Митрич!» заговорил Васька с серьезным видом. «А про Кыргиза... вот как перед истинным Христом не покаюсь!» «Сам ничего не знаю!» «Тогда я с гуртом из степи шел, ну, под Троицком остановились пожировать, хорошо!» «Я в Троицк, да там и заболтался!» «Ва жжа под хвост попала?» «М-м-м... около того! Только ночь ко мне подручный прискакал!» «Кыргизы гурт отбивают!» «Ну, я сейчас пал на лошадь, левольверт, запазуху и качу!» «Эх, хорошая была лошадь, Павел Митрич!» «До гурта-то больше десяти верст!» «Я с небольшим в полчаса сделал!» «Пастухи мечутся, как угорелые, и объяснить ничего не могут, а только показывают, куда кыргизы моих баранов отогнали!» «Ночь!» «Глаза выкли!» «Я за ними один бросился, потому надеюсь, что лошадь меня вполне оправдает!» «Действительно нагнал!» «Кричу, стой!» «Их трое, и все конные!» «Ну, лопочет по-своему, а я понимаю ихний разговор-то!» «Кунчать башка мне хотят!» «Хоп-ссы!» «Я сейчас на них из левольвера!» «Убил кого, нет, ничего не знаю, а баранов привел всех назад!» «Только и всей моей причиной было, что больно уж лошадь хороша у меня была!» «Одним словом порешил, Васька!» «Нехорошо отпираться, дело прошлое!» «Ничего не знаю, Пал Митрич, напрасленно и обносите меня!» «Как вот и насчет вашего золота!» «Ну уж, насчет золота-то мы сами знаем, что знаем!» «А тебе быть на веревочке!» «Уж это, брат, верно, как в аптеке!» «Ловить, а поймайте ваше счастье!» «И поймаем?» «Дай срок, не вернешься!» «Эй, ну! Перестань, Пал Митрич, пужать, а то как раз застращаешь мужика!» «Робок я больно, того гляди за неможете я!» Охота у нас вышла неудачная. Гуси сильно странились и не допускали даже на два выстрела, несмотря на самые усиленные старания. Кончилось тем, что они поднялись и улетели по направлению к одному из степных озеринок. В последний раз я видел Ваську накануне отъезда, когда он поздно вечером пришел пьяный к матери со своей обычной просьбой о деньгах. Повторилась с небольшими вариациями уже известная читателю сцена. «Да у меня припасено для тебя!» — кричала визгливо Ульяна. «Тогда пожалела, дала! А ты, может, и руку нарашно сам изъял!» «Мамонька, уйди с глаз долой!» Чтобы удержаться и не дать двугривеновым, Ульяна придумала новое средство. Она оставила Ваську сидеть в избе одного и сама ушла куда-то в соседи. Васька сидел на лавке, раскачиваясь из стороны в сторону и время от времени повторял. «Мамонька, мамонька, мамонька!» Мне надоело слушать эти возгласы, и я вышел сказать, что старухи не дома. Васька с удовольствием посмотрел на меня мутными глазами и проговорил. «А помнишь, гусей-то? Пытал меня тогда, Павел Митрич, насчет золота пытал. Ха-ха-ха-ха! Оно тут было. Было. Надо ухо ногах и из избы ушло. Вот как у нас. А может, этого ихнего золота в год-то через свои руки пропущу не один пуд? А только у Васьки ничего нет. Плевать мне и на ихне золото. На, будет шабаш. Брошу станицу и еду, куда глаза глядят. Надоело. «Мамонька!» «Да нет, я ушла». «Уйду. Брошу все!» Бормотал Васька, мотая головой. «Все одно, где пропадать!» «А чего ты на одном месте не хочешь устроиться?» «А тошно мне!» Устраивался сколько разов. «Одежду справлю, лошадь заведу, денег накоплю, а потом прорвет!» «А для чего?» «Не с деньгами жить, а с добрыми людьми!» «Во мне необоримое ходит, ну и тоскуешь, потому как есть деваться мне некуда. Вот еще к месту своему тянет, мать-старуху тоже жаль. Плачется она на меня, а мне ее жаль!» «Мамонька родимая, прости ты меня, дурака! Земля меня не носит! Вот какой я проклятый человек!» Васька сидел у стола, облокотившись на него руками. С последними словами он уронил свою кудрявую голову на руки и глухо зарыдал. В окно глядела ясная месячная ночь, и где-то далеко перекрикались журавли. Через год мне случилось проезжать через умет. Я велел ямщику везти меня к ульяне. «Да нету ее, твоей ульяны», — ответил ямщик. «Как нету?» «А уж так, по осени-то другая половина у мёта выгорела, ну и ее изба тоже. Захудала сильно старуха, а сил уж нету. Так кое-как перебиралась сердяга, где день, где ночь, а по весне так святым местам ушла». «А Васька где?» «Васька? И его нету. Тоже ушел куда-нибудь?» «Ушел-то, он действительно ушел из станицы, ни слуху, ни духу. А ульяна одно твердит — воротится к своему месту». Чуяло ее сердце, что близко он. Подснежником и объявился Васька по весне. «Каким подснежником?» «А по весне, значит, когда снег тает, так мертвяки оказываются...» «Но мы их подснежниками зовем, потому как из-под снега они объявляются. Так и Васька. Недалеко от мельницы нашли его. Как был в полушубке, так и лежит на правом боку. Уж кто его достиг, ничего неизвестно. Много у нас таких подснежников объявляется по веснам. Ну, ульяна-то сильно горевала. А потом к святым местам ушла». По вашим лайкам, по вашим комментариям я обязательно буду судить, стоит ли продолжать эту серию. Если вы сможете поддержать меня рублем, я буду очень признателен. Обязательно пишите к переводу, что это на серию «Мамин сибиряк». Сибирские рассказы. «Номер карт» 4817-7603-1059-6071 – это Сбер. 2200-7001-7829-8104 – это Тинькофф. Также будет ссылка на Бусти и номера всех карт в описании. Плюс 7901-715-2788 – мой WhatsApp. Вы можете обратиться ко мне, заказать рекламу или поздравления для своих близких. Получается очень круто и незабываемо, это уже проверено. Ну и каждый ваш лайк, комментарий и особенно репост – это тоже огромная поддержка для меня и моего творчества. Вместе с вами, моими меценатами, мы делаем аудиокниги бесплатно для всех. Пусть так и будет. Спасибо за поддержку. С любовью и уважением к слушателю читал актер Костя Суханов.